Всем огромнейший привет, с вами снова Аэс, и мы продолжаем наше увлекательнейшее прохождение пятой финальной фантазии. Ну или последней фантазии. Возвращаемся за сундуком. Мы, в принципе, и планировали сделать. По дороге, естественно, нас будут нападать злобные и злобные гады. Может быть, не совсем злобные, не может быть, не совсем гады, но нападать-то они будут. А знаете, ради прикола, что я хочу сделать? Или не стоит? Это пока, наверное, не стоит. Хотя, раз докачаем рыцаря одного, я кое-что сделаю ради прикола. Наверное. Париску докачаем, а я сделаю ради прикола одну интересную штучку. Меняем ей класс. И на монаха, на какого-нибудь мага нового. Что у нас там новой маги появились? Призывало? Нет, не призывало. Барт, то что-то. Ну, в общем, посмотрим. Сфаревский, главное, двуручку изучить, чтобы она насыпала. Вау, а как тут пройти? Ммм. Ммм, интересно. А как же там тогда пройти к этому сундучку-то? Любопытному. Любопытному интересному сундучку. Ваншот. Нет. Ваншот. Опять мы немножко блуждаем. Ну, не то, что блуждаем. Просто ищем проходку по нашему руку. Отличное уклонение к стоке вайс. Пара было. Только что. Потрясающе. Ну и классные контур- контур- атаки. От галлуса мы ждем. Это была обычная атака, просто классный крит улетел в первую очередь. Надо сделать так, чтобы он не успел его вылечить, естественно. Иначе весь наш замечательный урон пройдет на смаху. Ну, то, что он подлечился, это не страшно. Он очень мягкий такой, и в него входят наши дпсеры, как и нож. То есть как... О, получена была ручка, отлично. Как нож в масло. Не будем заговариваться. Так, давайте сделаем мы каким-нибудь магом новым. То есть просто ради прикола. Может даже не прикола, может он реально будет интересен. Маг времени у нас был, призывал... Красный тренер у нас есть, кстати. Певец и простар. Может быть тренером его сделать? Или геологом? Мастер стихий нельзя поразить. А давайте сделаем его геологом. С навыком... Красной Магии, да. Он может носить камифриловый нож в одной руке. Правда, но это не страшно. Он будет стоять на заднем ряду. Просто ради интереса. Что именно там геолог может делать вообще, в принципе? Для меня маны нифига нету. Я думаю, что нужно вернуться. Вернее, не вернуться, а зайти к сейву, не сейв. Тут же у нас сейв, да? Да. Ну и применить все-таки, наверное, не коттедж, а тент. Самый обычный. Для того, чтобы как раз манну установить. Мы слишком часто лечили фарисы наши. И у нас просто манна... Манна практически вся ушла на это дело. Так, после этого... Нам обязательно нужно взять... Сундучок. Просто обяза... Ой, что я сделал? Зачем эта атака обычная? Я его взял проверить, как он будет таковать. Это прикол. А тут, блин, обычные атаки-то пошли, которые вообще не нужны сто лет. Давай крит, галов. Ладно, крит он не дал. Ну, что за земля? Что это такое будет? Каждый раз что-то свое. А может, геолог не так и плохо? Да, кого-то он подхилил, конечно, но... А может быть, геолог-то не так и плохо? Хм. Это интересно, по крайней мере. Действительно интересно. Ну, это четвертое время, мне сюда не хочется уйти. Даже нам туда, вот туда попасть. Кронизы, что ли, надо было подхорить как-то? Там мы не пройдем, кронизы, нифига. Мы же видим тайные проходы, мы их не наблюдаем. В том количестве. Даже нам тот сундук забрать. Удар ветра и фили. Это понятно. Я просто думал, что будет, может быть, не удар ветра, а что-то другое. Постоянно же ударом ветром бьет. Это не факт, может быть, и постоянно. Плюс эта атака не тратит наши очки манны. Сделать геоманку хилом, например, это было бы прикольно. Ну, как вариант. Галуф повысил и не работал, получена контратака. Сейчас галуфа можно делать в рыцаре. Пока мы это делать не будем. Ладно. Если я спущусь здесь. Если это спуск. Атака сзади против одного мага, этого я даже не хочу с ним биться. Мало опыта, почти нет АБП, но и все остальные прелести жизни налицо. Все-таки четвертый уровень, да? Четвертый уровень. Геоманк или геолог как он там, блин. Это хороший маг. Мне он прям нравится. Ну и нравится, естественно, галуф. Как монах. Победа и три АБП. То есть неплохо можно тут и прокачивать АБП. Да, опыта дают немного, но... Вот в таких боях много дают АБП-шек. Ага, вот третий уровень. Типа мы спустились назад. Я четвертый уровень. Пятый уровень. Подождите, я не хочу пятый уровень, чтобы было. Непонятно, как этот сундук забрать? Как только забрать этот сундук? Абьяна в этом сундуке лежит что-то дельное. Но я не понимаю, как его взять, понимаете? Самое печальное. Если это контратака, давай, до свидания. Удар ветра, давайте, почти все, до свидания. Да, геолог. Крут. Какое еще можно сказать? Он приколен. Он крутой. Вполне себе. Да, вот, наверное, проход к этому сундучку. Если я не ошибаюсь. Да-да-да-да-да. Вот он. Золотой щит. А, подойте, золотой щит. Золотой щит. Золотой щит. Да. Этот щит можно дать... Вау, неплохо, да? Уклонение повышает. Можно дать пока что нашему рыцарю именно Рейночке. Такая она маленькая уклоняется. Блин, не надо было атаковать. Нужно было ухилять просто Фарис сейчас. Именно хилить. Те. По моим расчетам, на самом деле, мы скоро уровень должны получить. Ну так, уже. Мне так кажется. Мне так кажется, что мы должны получить уровень. Почему-то. Вау, там комната, смотрите. Там еще комната есть с сундуками где-то. Куча сундуков. Блин, как туда попасть? Как туда попасть? В эту комнату с сундуками. Вот в чем вопрос. Зайду сохраниться на всякий случай. Пинком 2Х сразу убить, чтобы Айс ударил, а потом по фанам на колдуна. Ну так не получилось сделать. Ладно. Три АБП это хорошо. Три АБП хорошо. То есть вообще не паримся с тем, что долго ходим. Потому что... Ну а что париться? Кач идет. Кач идет. Сундучки собираем. Постепенно проходим дальше. Все делаем. Чутенько и грамотно. Чутенько и грамотно. Ну вот он, пожалуйста. Рена повысил уровень. Фарис повысил уровень. Галов повысил уровень. Айс, видимо, до этого еще повысил уровень. Я просто на это не обратил внимания. Так что ли, блин? Или Айс не повысил уровень? Ну-ка, статус. Повысил. 6300 нужно. 6400. Понимаю, я действительно в прошлом бою повысил, а как-то не заметил этого. Блин, я же сохраниться хотел. Спокойно, спокойно. Без нервов, пацаны. Без нервов. Запись. Чистого времени мы опять играем. Кстати, больше 10 часов уже. Это хорошо. Время летит незаметно. А геолог неплох. То есть реально неплох. Вполне себе неплох. Куча сундуков. Нужно каждый сундук забрать, конечно. Опять Аэро-2. По той же самой схеме. Земля. Ага, видите? Не всегда, не всегда он именно атакует. Как-то массово, что ли. И так далее. Иногда происходят сбои. По фазе. Давай ваншотнее. Попробуем еще раз земля. Будет и то же самое. Удар ветра сейчас, видите? То есть. Каждый раз немножко по-разному. Много БП получаем. Флориста до сих пор не получил уровень работ. Неужто у геоманта так много? Нефиговый щит. Продадим. Неужто геоманту так нужно много очков вначале. А БП? Да, ладно. Не важно, как говорится. Нужно, значит будет. Был, значит нужно. Давайте сходить. Влево-вправо, как говорится, если поймешь. Давайте попробуем с землей. То и как будет. Неплохо будет на самом деле. Хоть и арчи-жаба достаточно сложная. Соперник в плане ХП. Но я помню, отымают очень мало жизней в атаке. Много денег, достаточно опыта. Два АБП. Красота. Мне любопытно. У него же там 40. То есть, 40 отнажен с самого начала. 25. Что-таки 18 БП все лишь набрали. Я немножко как бы... Думал, что набрали побольше. Но всего лишь думал. Первый удар. Вообще великолепный. Хилуем землю. А, бьем вот этого, да, да. Подхиливаемся. Блин, ламия успела сходить, скотина. Но это не важно. Она очень маленький урон нанесла. Подхиливаемся за счет нашего рыцаря Рейночка. И пытаемся голову вам поставить все точки над ним. Поставить. Ну, почти получилось. Подхиливаемся теперь. И... Фарисы. Или Фарис все-таки, наверное. Если Фарис, то Фарис. Если Сальса, то Сальса. Соблазн. Лешкин кот. Че ж ты делаешь, подруга? Ну, уровень работы Рейночки повышен. И получена двуручечка. Двуручечка получена. Повышена, блин. Вот теперь можно сделать и такую комбинейшн, да, возвращаем ей монаха, с возможностью красной магии, естественно, и одеваем ее вот таким набором, а галуфа производим в рысаре, с вызовом, нет, пока не вызовом, пока нужно, блин, секундочку, пока нужно искать, пока нужно искать секретки, при этом, даем ему меч коралла, даем ему золотой щит, тлен, броня мифрила, набор нигде нет, баня мифрила пускай будет, и мифриловые перчатки, как-то так, кстати, у нас почти все в 5000, да, если я не ошибаюсь, золотой, вот хорошо, это не может нас не радовать, земля, вообще, конечно, обуз геоманта, вот этот, это круто, реально круто, классная атака, которая не требует еще и маны, потрясающе, да, она идет как бы рандомно, но она классная, даже когда она кого-то хилит, так, четвертый уровень, вот он сундучок, получил зелье, ну, зелье, как говорится, ерунда, зелье это фигня, пятый уровень, там уже будет шестой, погодите, давайте вернемся назад, назад и зайдем в эту дверку, вот она, смотрите, вот они эти сундучки-то, а, как бы их собрать, так, это уже босс, там будет босс, босс, там будет босс, это очевидно, ай, я сделал это, идиот, там будет босс, это очевидно, там мыть не надо, пока, по крайней мере, пока, абсолютно не надо, куда-то, ситуация, иногда он в задержке какую-то атакует, иногда бьет сразу магией, в любом случае победа, в любом случае достаточно неплохое количество денег с опытом, наверное, все-таки я первый раз пошел правильно, да, сейчас к боссу уйти не очень хочется, сразу, просто было пинком тут добивать жаб сразу, ладно, ошибся, немножко ошиблись, у меня больше, погодится, победа, Субтитры делал DimaTorzok К боссу мы еще успеем Шаг бой Интересно Хорошо Потрясающе Блестяще В один ход уложились В один ход не получив в ответ ничего Ну что нужно и 3 АБП тоже нужно 3 АБП нам тоже нужно Или все таки верным путем я иду Непонятно немножко У сундучка может быть кстати и верным смотреть Мы возвращаемся на 4 этаж Там дракоша, а тут сундучки Получил коттедж Получил эфир Коттедж эфир Подождите Немножко заплутал Может мы вот так сюда пройти еще Гидра Ну что Гидра Кто кого сейчас Я не помню злобную это противник или не злобную Главное что он землей не лечится Для нас это главное Блин зато от меча коралла он лечится Причем дважды Оооох Куешкин котт Давайте молнией его ударим Тогда уж Блин и молнией он лечится Защита тогда что-ли Если мечи коралла не проходит Удалов повысили работу, молчный колбак. Уча корала такая вещь, то есть против боссов она видимо не очень хорошо работает. Нет, рано, сюда рановато, сюда я не собираюсь идти пока что. Нам нужно обязательно взять 5 сундуков или сколько их там. Очень много сундуков. Зачем пинок? М-да. На чем сейчас был применен пинок, я не знаю. Зачем-то, так скажем. Естественно обычная атака с шансом крита. Это самое, самое милое дело. Так и нужно гидру бить. Так, и нужно гидру уничтожать. Так, блин, гидра. Ладно, земля. Лёд 2, это не страшно. Лёд 2, это ерунда. Зашито, зашито. А гиаман-то неплохо действительно, благодаря вот этим своим ударам массовым, да, массовой магии бесплатной. Он очень неплох, потому что она очень-очень-очень много снимает жизни врагам. При АБП почти там, ну, 650 опыта. Классный бой. Побольше бы таких боёв. Больше бы таких боёв мы быстрее прокачались бы. Так, возвращаемся назад. Придётся поблуждать немножко тут, да. Так, погодите, а если пойти сюда? Если пойти сюда, тут у нас сейв. Ну, это хорошо, что у нас тут сейв. Спасибо огромное, что и всем, кто смотрел. С вами, как всегда, был Айс. Ждите новых серий по Final Fantasy V и не только. И всем пока. Пока.